И снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вторник, 7 ноября 2023 года, друзья! Я в прошлом видео ошиблась, сказала 22-го, не знаю, может, по Фрейду как-то вот так получилось. Но, конечно же, это был 23-й год, и видео мои все новые. Может быть, некоторых я сконфузила этим, но вот так вот бывает, иногда оговариваюсь. И показываю вам еще один очередной магазин, сувенирный, вот такой для дома, для семьи. Меня попросили мои постоянные зрители показывать такие магазинчики, поэтому я уже, наверное, традиционно начинаю вам опять свое видео с показа такого магазина. Только этот магазин уже не в Англии, этот магазин в Лас-Пальмас, Гран-Канария. Можно даже сравнить, где лучше, где интереснее. Но что сегодня будет у нас в моем видео? Сегодня мы посмотрим с вами, друзья, опять две новых квартиры, сразу две. Ну, наверное, опять здесь надо пояснить, что это не сами квартиры новые, а это я показываю вам, просмотры новые. Сегодня эти две квартиры я осмотрела в Райде. Первая та квартира, которую я показала вам несколько дней назад, шикарная, на углу, в центре города Шанклин. Она мне очень понравилась. Она меня просто, знаете, возбудила так сильно. Несколько дней я все думала, как мне быть, брать кредит, покупать, не покупать. Ну и в конце концов я вам в конце этого видео расскажу также и о той квартире, которую мы смотрели в Шанклине. Ну а сейчас, друзья, давайте мы посмотрим с вами две квартиры, которые мне предоставили сегодня. Вот так выглядит снаружи эта квартира. Вот она как раз вся здесь у нас на экране поместилась. Входная дверь. И здесь я показываю по улице. Вот калитка тоже принадлежит этому дому, этой квартире. И дальше дверь в гараж. Ну там не гараж, а там просто место свободное для машины. Так, и вот с улицы, смотрите, мы заходим, и сразу, без всякого предбанника, без всякого маленького коридорчика, прихожей, сразу оказываемся в зале, как бы по-нашему, ну или по-английски, sitting room. Вот такая вот маленькая sitting room. Площадь ее 4,10 на 3,35 метров, то есть 13,7 квадратных метров всего. Ну вот, смотрите сами. Центральное отопление здесь есть, сразу хочу сказать, новый бойлер и батареи центрального отопления. Сразу выход в спальню и на малюсенькую кухонку. Кухонки размеры 3,50 на 1,37, то есть 4,8 квадратных метров. Кухня оборудована всем необходимым, как вы видите, да? Очень она компактная. Вот там в углу бойлер видно белый. Но, конечно же, здесь только место для одного человека. И сразу вход в спальню. Спальня у нас 3,18 на 2,67 метров, то есть 8,5 квадратных метров. Вы видите малюсенькое окошко. Я даже не стала показывать там вид, просто на стенку какого-то гаража. Так, и отсюда, вот смотрите, сейчас я вам покажу. Здесь слева у нас осталась ванная, мы ее потом посмотрим. А здесь выход в маленький такой садик. Вот смотрите, как он выглядит. Я, ну, тут даже трудно назвать садиком. Вот видите, вот такая вот узенькая тропиночка, проход, выход. И здесь мы видим уже площадь более-менее побольше. Это парковочное место для машины. Я показала вам на улице двери. И вот это вот по-английски называется shed, по-нашему сарай, наверное, малюсенький. Ну, вот выход в гараж, как я вам объяснила. И здесь столик у них какой-то стоит. Все в таких закутках, видите, все огорожено, загорожено. И при том, это северная сторона. Солнца здесь, наверное, практически не бывает. Вот, но смотрим дальше, тем не менее. Будете иметь представление, как живут обычные англичане, которые не располагают огромными деньгами. В ванная комната мы заходим. Даже в брошюре не указана площадь этой ванной комнаты. Окно смотрит туда на эти все сараи во дворе. Старая сантехника, туалет и раковина, посмотрите. Ну, что я могу сказать? Все вы видите сами, друзья, на экране. Единственное, что общая площадь этой квартиры 33,2 квадратных метра. И стоит эта квартира 110 тысяч фунтов. Что для меня, например, просто поразительно. Потому что я помню в 2020 году этой квартире красная цена 80 тысяч. Ну, вот так вот выросли цены у нас. Эта квартира также в Лисхолде. То есть это не ваше свободное владение. Вы должны также платить за содержание, сервис, чардж. Но здесь невысокая плата 50 фунтов в месяц. Это очень даже неплохо. Срок аренды у нее остался 100 лет. То есть обычно люди при таком коротком сроке уже продляют этот договор аренды. Так, что еще здесь? Земельный налог 25 фунтов в год. Это очень маленький, хороший. И еще консул такс налог. Это 900 фунтов в год. Вот такие вот оплаты. Помимо того, что вы заплатите 110 тысяч фунтов, если захотите купить эту квартиру. Ну и помимо, конечно, коммунальные платежи еще идут отдельно. Смотрите сами, как говорится, все у вас перед глазами. Все я вам рассказала, объяснила. Сами можете сравнить теперь с той квартирой в Шанклине, которую я показала. Ну и вторая квартира, она также в райде. Давайте смотреть вторую квартиру, и я вам уже буду тоже по ходу рассказывать о второй квартире. Так, ну пошли от входной двери, друзья. И я покажу вам потом, как выглядит здесь вход с улицы. Это первый этаж по-английски, а по-нашему второй этаж. И это уже считается две спальни. Квартира, две спальни. Вот такая sitting room большая, 4,7 метров на 3,43, то есть 16,1 квадратный метр. Это уже большая считается. Окошко, слава Богу, здесь есть. И там вот, видите, туда налево вход в спальню. Ну, давайте посмотрим вид из окна. Вот такой вид из окна. Ну, так скажем, неплохо. Даже туда вдали виднеется у нас пролив Соланд. И вот, видите, тоже в нише, там встроенная кухонка. Кухонка, сразу скажу вам размеры, 3,86 на 1,63. То есть 6,3 квадратных метров кухня. Точно практически такая же история. Всё здесь очень компактно, всё здесь есть, но посмотрите вид из окна. Боже мой, на какой-то соседний забор. Вот, друзья, что ещё могу сказать. Вот здесь вот вдоль теперь мы идём, сворачиваем и попадаем в ванную комнату. Хотела сказать в спальню, но нет. Ванная комната, ой-ой-ой. Точно такая же история, посмотрите. Несмотря на то, что здесь центральное отопление и бойлер. Но вот опять этот водонагреватель, он электрический. Вот, бойлер, видим. Отопительный прибор. Почему электрический водонагреватель, мне непонятно. Ну вот, показываю ещё раз этот странный водонагреватель. Ну и дальше, пока вы смотрите квартиру, мы выходим опять в эту комнату, в ситин-рум, а я вам расскажу. Общая площадь 55,2 квадратных метра. Хотя, как я уже сказала, здесь две спальни. А площадь такая же точно, как у моей квартиры с одной спальней. То есть, понимаете, да? Ну и я показываю, что здесь есть окно. Хоть и маленькое, но есть окно. А вот сейчас мы посмотрим спальню. И вы увидите, что здесь в спальне окна вообще нет. Посмотрите. Окно, или как это называется, вот оно наверху. Сейчас я вам его покажу. Вот. И всё. И дальше у вас просто стены. Площадь этой спальни 3,86 на 2,54. То есть, 9,8 квадратных метров. Представляете? И дальше мы идём. Якобы здесь ещё одна спальня. Но по мне, так это просто ютилити-рум. Какая-то малюсенькая кладовочка. Площадь 2,7 на 2,19 метров. То есть, чуть-чуть не дотянуло до 6 квадратных метров. Но они её и используют. Вы видите, как просто какую-то кладовку. И посмотрите, вид из окна здесь опять. Хоть здесь и есть окно. Но оно как-то, знаете, не радует. Вот, друзья. Смотрите, да? Судите сами. Эта квартира стоит 115 тысяч фунтов. Она также в Лисхолде. Лисхолд практически заканчивается. Здесь осталось 60 лет. То есть, вам ещё нужно заплатить порядка 15 тысяч фунтов за продление срока аренды. Ну и то, что там сервис-чардж дешёвый. И то, что здесь земельный лалок тоже дешёвый. Это как-то уже не имеет значения. Вы сами понимаете, что мне, конечно, такая квартира менять шила на мыло абсолютно неинтересно. Вот то, что мы с вами посмотрели, Вы теперь понимаете, о чём я вам и говорила. Что та квартира в Шанклине, она по сравнению с этими замечательная. Ну и я показываю вам, как обещала, выход. Как выглядит здесь. Посмотрите, это второй этаж. Там ещё наверху есть этаж. И посмотрите, какие ужасно крутые ступеньки вниз. Просто, знаете, полетишь кубарем, не дай бог, если зацепишься или что. Очень узкие. Меньше 80 сантиметров шириной. Вот такие вот здесь проходы, входы в квартиру. Представляете, да? Это опять проблема будет, заносить мебель. И здесь вот выход на улицу, посмотрите. Ещё одна лестница. Да, друзья. У меня, как говорится, нет слов. Улица здесь, это практически центр райда. Вот я показываю, как выглядит этот дом, в котором мы смотрели квартиру. Он выглядит ужасно. Вот, по поводу парковки. Здесь сказали, что есть парковочное место, вот на улице за столбиками. Но вы должны его также покупать. Оплата дополнительно 200 фунтов в год. Кажется, немного, да? Но вот эти все мелочи. Да и потом, вы посмотрите, как убого здесь выглядит эта улица. Она хоть и в центре города Райт, но как-то очень неприглядно выглядит. Вы сами всё, друзья, видели. Как говорится, всё у вас на экране, всё у вас перед глазами. Я ничего не выдумываю. Я всё показываю, как есть. И даже я помню, как-то я озвучивала площади комнат. Так мне кто-то предъявил претензию, что я неправильно меряю. Да я ничего вообще не меряю. Мне ещё не хватало мерить там ходить сантиметром. И что? Я просто вам озвучиваю эти все цифры по брошюре. А брошюру мне представляет агентство, которое продает эту квартиру. Вот всего лишь навсего. Ну и потом кто-то тоже мне говорит, что зачем вы связываетесь с Лисхолдом? Вы покупаете свободное владение. Свободное владение, во-первых, за такие деньги вряд ли вы купите. Там уже от 200 тысяч фунтов и выше. И потом здесь в свободном владении только дома. Частное владение, да? А вот квартиры в таких огромных домах, ну не в огромных, в больших домах многоэтажных, это только Лисхолд. Трудно понимаются все эти английские названия. Лисхолд, фрихолд. Я тоже поначалу не разбиралась и не могла понять, что к чему. Но когда поживете подольше в Англии, узнаете побольше, как говорится, объяснять это очень сложно. У меня многие все еще раз спрашивают, а что это такое, а почему вы купили, и все равно вы платите. Как это такое возможно? Ну вот так вот, возможно. Вот и получилось. После просмотра этих сегодняшних двух квартир, я опять, как говорится, вернулась на место. Я опять поняла, что мне за эти деньги, которые у меня есть в руках, что-то лучше моей квартиры очень сложно найти. Ну да очень. Почему я еще раз говорю, я так переволновалась, когда мне первую же самую квартиру в Шанклине показали, и она оказалась такая шикарная, 70 квадратных метров. И, в общем, там все замечательно. Но единственное, мне опять не понравилось, что там вот этот вот огромный котел для нагревания воды и вот эти вот странные отопители. Сторадж хитинг, помните, да? Кто не видел, посмотрите, видео вам всплывет вверху. Ну и еще, конечно, то, что шумно, еще, конечно, то, что нет сада, еще, конечно, то, что на углу стоит квартира, и еще, конечно, то, что у нее вот эти странные навесные потолки, как в офисах, правильно кто-то заметил. То есть, понимаете, ну, тоже, если бы все это было сразу, все прекрасно, и не было бы этих дополнительных вопросов, то, конечно, бы она стоила дороже, и, конечно, бы я приложила все усилия, чтобы эту квартиру постараться купить. А сейчас я вот немножко подуспокоилась и опять сижу и думаю, как мне поступить, чтобы не ошибиться. Это самый главный вопрос. Хочется все-таки свою жизнь улучшать, но уж никак не залезать в эту кабалу кредитов. Знаете, по-другому как-то не получается. Я вроде постаралась вам все объяснить по поводу этих двух квартир, но если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. А я хочу вернуться вот к тому, что у нас на экране. Для самых моих терпеливых зрителей, для тех, кто досмотрел это видео до конца, я хочу рассказать, что это съемки Нью Форест. Те, кто живет в Англии, знают, наверное, и слышал об этом прекрасном, красивейшем месте. Нью Форест на юго-западе Великобритании. Посмотрите, какие огромные здесь деревья. И, в общем, даже, знаете, камера опять не показывает всей этой красоты. Просто попали в сказку. Я очень много слышала о Нью Форест. Ну вот, первый раз я приехала в гости, мне показали это место. Кстати, я вам показала также и диких лошадок в своем шорт-видео совсем недавно. Посмотрите, кто не видел. Это как раз здесь, в Нью Форест, ходят, бродят эти лошадки. Они почему-то считаются дикими животными. Они здесь живут в лесу. И под дождем, и под снегом, как говорится, спрятаться им, бедным, негде. Вот сейчас погода плохая, они там бедные, бродят, ходят. Помимо лошадок здесь также есть пони, тоже дикие, дикие ослики. И здесь также встречаются красивые пятнистые олени. Но вот олени, к сожалению, мы не увидели. А вот лошадок и пони, и этих осликов очень-очень бродит много. Ну и людей тоже, которые приезжают посмотреть. Здесь достаточно. К сожалению, вот эти съемки, вы слышите, шуршит дождь. С погодой нам не очень повезло. Но тем не менее, красивейшее место. Просто наслаждение здесь гулять. Может быть, еще раз сюда приедем уже в более лучшую погоду. Здесь еще есть такое чудесное место. Называется Ред Вуд. Может быть, кто-то слышал. И там, говорят, огромные секвои. Просто там высота более 100 метров. Эти деревья. И они все с табличками. Очень интересно посмотреть. Но вот, к сожалению, нам погода не дала туда дойти. Мы не дошли буквально, наверное, нескольких километров. Но, сами понимаете, бродить под дождем как-то не очень хочется сказать по правде. Так, друзья. Если есть вопросы, еще раз говорю, пожалуйста, задавайте. Кому понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Пожалуйста, не забывайте смотреть рекламу, если она у вас есть. Ну, и на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Но не уходите. Досмотрите до конца этот чудесный, замечательный лес. Я оставляю вас наедине с ним. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.